Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ну, то есть, сначала ответим на те вопросы, которые вы задаете. Как уйти или изменить ситуацию? Ну, если уйти не получается, значит, речь идет о какой-то потребности, о какой-то нужде, соответственно, выделить потребность отдельно и сделать за нее ответственность, это то направление, с которым вам нужно двигаться. Дальше. Изменить ситуацию можно только если мужчина захочет это сделать сам. Могу ли я, извините, сказал? Я хочу детей и семью. Оксана, для чего вам дети и семья? Зачем? Я очень прошу вас подумать об этом, потому что сейчас получается так, что вы хотите семью и детей, во-первых, с человеком, который явно для этого не подходит. По кашу. Во-вторых, вы хотите семью и детей преследуя свои желания и свои потребности, которые вытекают из вашей неудовлетворенности чем-то. А семья и тем более дети не могут служить средством для достижения какой-то цели или средством для реализации ничего-либо. Вот. Семья и дети это то, чему вы отдаете свои ресурсы, свою энергию исключительно добровольно и исключительно без каких-либо ожиданий. Семья и детей говорят о том, чтобы не чувствовать себя защищенной. Семью и детей хотят, как правило, для того, чтобы чувствовать себя защищенной, либо еще по некоторым другим причинам. Вот. Это необходимо также разобрать, выделить и чтобы вы взяли на себя ответственность за это. Потому что ни семья, ни дети не решат ваших проблем. Больше, значит, вы описываете созависимость, вы описываете все формы созависимости. И я могу вам порекомендовать книгу Валентина Маскаленко «Созависимость. Семейная болезнь». Почитайте. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.